Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с официальным визитом в Украину. Он встретился с президентом и другими представителями руководства страны. Запланировано и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Трюдо намерен посетить канадских инструкторов, которые обучают наших военных на Явороском полигоне. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, Оттава намерена подписать с Киевом соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Оппозиционная либористская партия Австралии признала свое поражение на внеочередных выборах. Сделали это, несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается. Если победа правящей национально-либеральной коалиции подтвердится, то действующее правительство сохранит свои портфели в полном составе, а премьер-министром останется Малком Тенбул. Ему придется решить проблемы в системе здравоохранения и выполнить свои обещания – снизить налоги для наемных работников и мелкого бизнеса. Тайфун «Непартак» разрушил почти 2000 домов в Китае. Больше 200 тысяч человек в 10 населенных пунктах были вынуждены эвакуироваться. Всего пострадавшего в результате стихии – 450 тысяч человек. Тайфун нанес ущерб почти 16 тысячам гектаров посевов, из них больше полутора тысяч полностью уничтожены. Экономический ущерб, по предварительным данным, превысил 128 миллионов долларов. Команда канадских студентов построила самоуправляемый парусник. Ему предстоит покорить Атлантику и стать первым роботизированным судном, совершившим такое путешествие. Над своим проектом энтузиасты трудятся с 2013 года и пока продолжают носить коррективы. Никогда не сможешь узнать, как всё работает, пока не спустишь лодку на воду. Последние несколько месяцев мы исправляли небольшие ошибки, немного что-то улучшали. Это происходило каждую неделю и даже каждый день. Когда парусник отправится в трансатлантическое путешествие, уже больше никто не сможет им управлять извне. Прокладывать маршрут будет бортовой компьютер. В этом ему помогут различные датчики и GPS-навигатор. Судну предстоит избегать рыболовных зон, уклоняться от айсбергов и не попадать в шторм. «Как только парусник спустят на воду, мы не сможем контролировать его. Он будет делать всё самостоятельно. Сам отчалит, будет сам маневрировать и принимать данные о ветре». Парусник длиной 5,5 метров построен из лёгкого и прочного углеродного волокна. В корпус встроены солнечные батареи. Они будут питать энергией бортовой компьютер. Всё оборудование надёжное и отвечает последнему слову техники. «Логика следования парусника должна быть надёжной. Мы должны обнаруживать на пути любые преграды, и погода – это очень немаловажный фактор». Беспилотный парусник отправится в своё путешествие в августе. Оно начнётся у берегов острова Ньюфаундленд и завершится у полуострова Дингл на юго-западе Ирландии. Лодки с автономным управлением предстоят преодолеть почти 3000 километров. В случае успеха парусник станет первым судном в мире, которое самостоятельно пересекло океан. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова